МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы должны, Ульяновская область должна сдавать в эксплуатацию в год миллион квадратных метров жилья. Это очень амбициозная задача, учитывая то, что за прошедший год, 17-й год, в этом году более 960 тысяч квадратных метров жилья. То есть задача стоит амбициозная, очень серьезная. Один квадратный метр на человек. К 2020 году в Заволжском районе появится несколько новых жилых домов. Один из них – жилищный комплекс, состоящий из нескольких монолитно-кирпичных зданий. Застройщик обязан приступить не только к строительству, но и к благоустройству прилегающих территорий. Подземный паркинг, детские площадки и озеленение. Согласно проекту, улица Нахимова должна заметно преобразиться к моменту сдачи объекта. В октябре сдача, сейчас идут отделочные работы, работы по благоустройству. Но, в принципе, это последний этап строительства. Положительные перемены коснутся и улицы Врача-Сурова в Новом городе. Жилищный комплекс «Триумф-парк» украсит район развитой инфраструктурой. Заложили фундамент в 2016-м, а в ноябре этого года объект должен быть сдан в эксплуатацию. Застройщики обещают создать дом, максимально привлекательный для покупателей. На одном гектаре земли в скором времени расположится двор без машин и детская площадка. Вот этот дом с двухуровневым подземным паркингом. То есть лифты начинают ходить с подземного паркинга. То есть, ну, будет для жителей комфортно. Машина всегда в чистоте, без снега. Очень большая площадка будет детская. 25 июля губернатор Сергей Морозов лично посетил стройку. После осмотра здания глава региона задал вопросы застройщикам. Главной темой беседы стали доступность транспорта, медучреждений и школ для будущих жильцов. Подсчет всегда весит. Куда они пойдут? Хватает ли мощность там медицинского учреждения или не хватает? Хватает ли мощность там школы или не хватает? Как это думать? Или потом построим, а потом начнем. Ах! Будем думать. Финальной точкой объезда стал домостроительный комбинат «Эталон». Крупный производитель строительных материалов для возведения жилья. На совещании с руководителями строительной отрасли губернатор обсудил планы дальнейшего развития и новой разработки технологической компании «Стройлаб». Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.